Андрея Павлова в суд доставляют под конвоем. Решается вопрос о мере пресечения на время следствия. Тюрьма, залог, подписка или домашний арест. Главврач перинатального центра уже два месяца находится под стражей, а точнее лежит в тюремной больнице. Более 10 минут в суде уходит на перечисление его заболеваний. Среди них гипертоническая болезнь и шимическая болезнь сердца. Ему дважды вызывали скорую, он дважды был госпитализирован в реанимацию. Но гособвинения настаивают, что состояние здоровья не мешает ему находиться в СИЗО. Защита просит выпустить Павлова под домашний арест. Следователи считают, что он должен быть в изоляторе, чтобы не скрылся и на свидетелей. Главврача обвиняют в получении взяток. В деле несколько эпизодов. По данным обвинения Павлов получал откаты от фирм за подписание с ними госконтрактов. Деньги он якобы брал через главную медсестру перинатального центра. Сам Павлов свою вину не признаёт. «Я никогда сколько лет работаю на руководящих должностях, не брал взяток и не давал поручений противозаконного характера своим сотрудникам. Никогда не оказывал никакого давления на кого-то. Не собираюсь этого делать». Но судья Лариса Серебрякова доводы адвокатов хоть и приняла к сведению, но встала на сторону обвинения. Не помогла и петиция в его защиту, которая опубликована на сайте change.org. Её уже подписали более двух тысяч человек. Павлов останется под стражей. «Суд постановил продлить Павлову Андрею Владимировичу срок содержания под стражей на три месяца всего до пяти месяцев, то есть по 28 мая 2018 года включительно. Содержать Павлова в СИЗО один». Главврача выводят в наручниках. Такое решение суда он не признаёт. «Садите в сторонку к судам. Не надо вечно прижать. Нет, не согласен. Несправедливо, считаю». «В ряде случаев при обвинении в получении куда более значительной взятки, куда более весомым государственным служащим у нас избирается домашний арест. А речь здесь идёт о докторе, который, в общем, может принести ещё достаточно много пользы». Адвокаты Павлова будут обжаловать сегодняшнее решение. Судя по всему, главврач считает, что его подставили. По крайней мере, такое сообщение появилось на его страничке в Фейсбуке. Там сказано, что оговоры и клевета появились после того, как он начал в перинатальном перестановку и обновление ряда руководящих подразделений. Виталий Поляков, Сергей Малафеев. Новости ТВК.